Всем привет! Сегодня будем решать задачи из открытого банка заданий ФИПИ по математике, ОГЭ по математике, практика ориентированной задачи на тему зонт. Два друга Феди и Вовы задумались о том, как рассчитать площадь поверхности зонта. На первый взгляд зонт кажется круглым, а его купол напоминает часть сферы, сферический сегмент. Но если присмотреться, то видно, что купол зонта состоит из восьми клинингов. Обратите внимание, что в каждой задаче количество клиний раз у нас их восемь. Причем все эти клини натянуты на каркас из восьми спиц. Рисунок один. Сферическая форма в раскрытом состоянии достигается за счет гибкости спиц и эластичности ткани, из которой изготовлен зонт. Федя и Вова сумели измерить расстояние между концами соседних спиц. Это буковка А, и наша А получилась равно 36 см. Высота купола H, которая у нас на рисунке номер 2, она у нас равна 25 см. А расстояние D между концами спиц, образующих дугу окружности, D, у нас равно, соответственно, 100 см. Выполним задание. Длина зонта в сложенном виде равна 24 см. И складывается из длины ручки и третьей длины спицы. То есть вот у нас ручка и третьей длины спицы. У нас получается, что длина нашего всего зонта, если посмотреть на рисунок, она у нас равна 24 см. Длина ручки 6,2 см. Поэтому мы сейчас обозначим вот этот кусочек за х. Х – это треть нашей спицы, поэтому у нас получается, что х плюс 6,2 см и равно 24 см. Мы найдем х. Х равен 24 минус 6,2. Если мы из 24 вычтем 6,2, у нас получается здесь 8. 13 минус 6 – это 7. Здесь 1. Значит, наше х – это 17,8. Но это треть нашей спицы, поэтому вся спица у нас будет равна… Нам нужно эту величину умножить на 3. 17,8 мы умножаем на 3. У нас получается 17,8 умножаем на 3. 4 пишем, 2 в уме. 7,3 – 21. 23,3 пишем, 2 в уме. И отделяем один знак. То есть у нас получается 53,4 см. В ответе мы пишем нашу величину без сантиметров. То есть 53,4. Выполним задание номер 2. Поскольку зонт шит из треугольников, из 8 треугольников, рассуждал Федя, то площадь его поверхности можно найти как сумму площади треугольников. Вычислите площадь поверхности зонта методом Федя, если высота каждого равнобедренного треугольника, то есть наш треугольничек, он равнобедренный, проведенная к основанию равна 52,2. Значит, наша величина А, она у нас равна 36 см. Нам нужно найти, соответственно, площадь всего зонта. Площадь нашего зонта, она будет равна, мы 8 умножим на площадь нашего треугольника. Чтобы найти площадь нашего треугольника, у нас есть формула классическая. Это 1,2 А умноженная на А. То есть мы 36 умножаем на 52,2 см. Мы начинаем сокращать. 8,2 – это 4. Дальше мы 4 умножим, соответственно, на 36. Это будет 144. И 144 мы умножаем на 52,2. Давайте вспомним умножение десятичной драги. Умножая 144 на 52,2, у нас получается здесь 8, здесь 8, здесь 2, здесь 8, здесь 8, здесь 2. 5 и 4, 20, 0 пишем, 2 в уме. 5 и 4, 20, до 2 в уме, 22. И тут получается 7. Складываем. У нас получается 8, 16, 6 пишем, 1 в уме. 11, 1 пишем, 1 в уме. Здесь 5, а здесь 7. И мы отделяем один знак. Нам нужно выразить, соответственно, в квадратных сантиметрах с округлением до десятков. То есть получается 7516,8. Это сантиметров квадратов. Теперь нам нужно округлить до десятков. Находим цифру разряда десятков. Это единица. Проводим черту. За чертой стоит 6. Значит, мы к предыдущему разряду прибавляем единицу. У нас получается 752 десятка. То есть нолик на конце. Значит, в ответе мы пишем 7520. Переходим к заданию номер 3. Вова предложил, что купол зонта имеет форму сферического сегмента. Вычислите радиус сферы купола, зная, что ОС равно R. Ответ дайте в сантиметрах. Значит, ОС равно R. Давайте посмотрим на наш чертеж. То есть у нас получается, что H равно 25. Пусть этот кусочек, обозначим его, допустим, отрезок ОМ равен х. Но наш отрезок ОС – это радиус. Значит, и весь радиус у нас будет равен х плюс 25. Теперь мы видим, что треугольник ОМД у нас прямоугольный. Значит, в этом прямоугольном треугольнике запишем это ОМД-прямоугольный. По теореме Пифагора у нас получается, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. То есть R в квадрате, которое у нас равно, соответственно, х плюс 25 квадрат, равно один катет у нас, это ОМ, это будет х квадрат, второй катет, МД, нам нужно его найти. Но так как у нас Д маленькая – это 100, то в результате ОМ является медианой. Значит, вот этот кусочек у нас будет равен 50. Значит, плюс 50 в квадрате. И нам нужно решить алгебраически данное уравнение. Раскрываем по формуле квадрата суммы. Х квадрат плюс 50х плюс 625 равно х квадрат плюс 2500. Х квадрат слева и х квадрат справа у нас уходят, взаимно уничтожаются. Получается, что 50х равно 2500, мы вычитаем 625. Если мы из 2500 вычтем 625, у нас получается 1875. То есть 50х равно 1875. Ну и давайте разделим 1875 на 50. Заодно вспомним деление уголочков. 187 делим на 50, берем по 3. Это будет 150. Тут у нас получается 37. Автоматически сносим 5. Мы берем по 8 много, возьмем по 7. Это будет 350. Вычитаем это 5, это 2. 250. 250 мы делим на 50, мы берем по 5. Это как раз и получится 250. То есть это говорит о том, что наше х равно 37,5. Но нам нужно найти, соответственно, радиус сферы. А радиус сферы это х плюс 25. То есть 37,5 мы прибавляем 25. Считаем 37,5 плюс 25 у нас получается 5,2,6. То есть 62,5. Это и есть радиус нашей сферы. Записываем ответ. Радиус нашей сферы равен 62,5. Решим четвертую задачу. Вова нашел площадь купола зонта, как площадь поверхности сферического сегмента. По формуле s равно 2πrh. Где r это радиус сферы, h это высота сегмента. Рассчитайте площадь поверхности купола способом Вовы. Если π мы округлим с вами до 3,14. Ответ задайте в квадратных сантиметрах с округлением до целого. Выпишем нашу формулу. 2πrh. Задача находится в связке с заданием номер 3. Радиус мы нашли. Радиус у нас соответственно равен 62,5 сантиметра. Высота h. У нас высота соответственно равна 25 сантиметра. Осталось все подставить в нашу формулу. 2 умножаем на 3,14. Мы умножаем на 62,5. И мы умножаем на 25. Если мы 2 умножим на 25, это будет 50. То есть мы 50 умножаем на 3,14 и умножаем на 62,5. Ну и самое сложное, это конечно же здесь посчитать десятичные дроби. Если мы с вами все перемножим, то у нас получится 9812,5. Но нам нужно округлить до целого. Находим цифру разряда целого, проводим черту. Так как стоит пятерка, мы к предыдущему разряду прибавляем соответственно единицу. То есть у нас получается 9813 квадратных сантиметров. Значит этот ответ мы и записываем в наш бланк. Последнюю задачу. Рулон ткани имеет длину 16 метров. То есть рулон ткани это есть не что иное, как прямого которого длина соответственно 16 метров. Переведем это сразу в сантиметры. Умножим на 100. Это будет 1600 сантиметров. А ширина равна 150 сантиметров. Этот рулон ткани на фабрике мы решили вырезать треугольной клинией для 27 зонтов. 27 зонтов. Причем на один зонт у нас идет соответственно 8 клиниев. Дальше. Каждый треугольник с учетом припуска на швы имеет площадь 1000 квадратных сантиметров. То есть площадь одного треугольника 1000 сантиметров квадратных. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько процентов ткани рулона пошло в обрезки? То есть первое, что мы с вами делаем. Давайте найдем площадь большого прямоугольника. Мы 1600 умножим на 150. Если мы 1600 умножим на 150, у нас получается... Значит 1600 умножаем на 150, у нас будет 240 тысяч сантиметров квадратных. Это площадь нашего всего рулона. Теперь площадь одного треугольника. В принципе нам эти 8 клиниев, каждый треугольник с учетом припуска нашего имеет площадь. 8 клиниев это для нас очень важно. То есть получается, что площадь одного зонта, площадь одного зонта, она у нас будет равна... Мы 8 умножим на 1000. Это будет 8000 сантиметров квадратных. Но так как у нас 27 зонтов, поэтому мы 27 умножим на 8000. И если мы, соответственно, 27 умножим на 8000, у нас получится 216 тысяч. То есть 216 тысяч сантиметров квадратных у нас ушло на пошив 27 зонтов. Вопрос. А чему обрезки-то наши равны? То есть мы должны найти площадь наших обрезков. Мы из 240 тысяч вычитаем 216 тысяч. То есть если мы из 240 тысяч вычтем, соответственно, 216 тысяч, у нас получится 24 тысячи. Значит, 24 тысячи сантиметров квадратных это площадь наших обрезков. Наш вопрос звучит так. Оставшаяся ткань пошла в обрезки. Сколько процентов ткани рулона пошло в обрезки? То есть то, с чем мы сравниваем, мы принимаем за 100%. У нас весь рулон это 240 тысяч. Это 100%. Наши обрезки это, соответственно, 24 тысячи. Это А процентов. Мы видим, что у нас прямая пропорциональная зависимость. Мы 240 тысяч делим на 24 тысячи. У нас получится 100 поделить на А. Нолики мы зачеркиваем здесь и здесь. И если мы, соответственно, сократим 240 и 24, у нас вверху будет 10. То есть у нас 10А равно 100. Отсюда наше А будет равно, мы 100 делим на 10. То есть наше А равно 10. То есть 10% нашей ткани ушло в обрезки. Но в ответе мы пишем число без процентов. То есть записываем 10.